всем привет хочу похвастаться своей новой девочкой тираж таких кукол 20 штук и это четвертая девочка но получилось на мой взгляд очень нежный и трогательный и очаровательный я зовут в шляпе или полное имя и мало она художница очень любит рисовать и у нее есть лучшие друзья с которыми она путешествует ходит на пленеры рисует ведет длинные вечерний разговор за чашечкой травяного чая и так девочка выполнена из полиуретана конечно же паричок вся одежда съемная тело м украшают вот такие цветочные орнаменты мне кажется это очень подходит ее такой трогательный на романтичной натуре и расскажу немножко про наряды варточек который вы видите на м отшит из очень тонкого батиста с помощью термо трансферной бумаги на него нанесен мой авторский рисунок и это опять же такая отсылка к художественным навыкам талантам по невозможно она сама нарисовала себе таких девочек м тоже живет зачарованному лесу дружит стим лидлинман с лилой блу но в отличие от тех моих девочек м может быть в какой-то степени не всегда видит смысл в таких бесконечных чаепитиях обсуждениях таких цветов ну и все что любят мои девочки делать с очарованным лесу м она немножко такая бунтарка она любит носить удобные кабинезоны вместо туфель и туфель с бантиками предпочитает удобные кеды они кстати такие с одного машины и потрёпан и потому что я им всегда ходит в них а везде и м мечтает когда-нибудь может даже побывать за пределами зачарованного леса хотя может не все обитатели данного места ее понимаю потому что она практически идеальная а вот м хочется знать что же там дальше за пределами места где она живет и я думаю что когда-нибудь со своими друзьями о которых я расскажу позже она обязательно совершит свое маленькое путешествие открытие и поделиться с нами когда-нибудь итак м художница она любит делать зарисовочки и чаще всего ходит вот в таком кабинезончике отшит из хлопковой ткани полосочку и декорирован нашивками стразами бусинами вполне возможно им даже сама приложила руку к декорированию что-то сама рисовала чем комбинезон очень мне кажется соответствует образу и стиле и стилю жизни м сарафанчик вот который есть на м может быть и самостоятельным платьишком его можно носить с вот такими полосатенькими леггинсами это кстати один из моих любимых луков вот но этот сарафанчик может выполнять функцию фартука которые художники одевают чтобы не пачкать одежду краской в общем такие творческие наряды я бы сказала м есть вот такой праздничный сарафанчик думаю вполне может наряжаться в него когда идет в кости или встречается со своими подружками у нас здесь тоже цветочные мотивы очень любит рисовать цветы природу бабочек всяких ножиков у м есть трикотажный топик и его можно сочетать с комбинезоном с платьями и с другими деталями кардероба м есть вот такие юбочки их можно использовать как подъемники и таким образом миксовать вещи между собой и сочетать очень многослойные интересные образы получаются такие сарафанчики в стиле боха и и я сшила м также вот такую юбочку цветочным орнаментом очень красивый синий цвет сочетается хорошо с кедами с глазами и также эту юбку можно использовать как под юбочек я постаралась подобрать так ткани чтобы они максимально интересно сочетались друг с другом цветовую гамму я выбрала как видите такую припыленную я думаю что здесь даже как-то вот так вот можно и в пачке замиксовать друг с другом и здесь топик беленький и вот такой синий кардиган отшит из трикотажа декорирован кружевами и бусинками так что как можно заметить любительница наряжаться вообще она любит удобную одежду любит экспериментировать любит создавать многослойные наряды и она в принципе очень интересная творческая и мне хотелось бы чтобы это отразилось и в ее нарядах также есть запасные чулочки на всякий случай пижамные штанишки пить горячие какао по вечерам шарфик и собственно шляпа благодаря которой м получила прозвище м шляпе навсегда ее носит никогда не снимает м есть ее верный друг это котик шелдон у него тоже шляпа и на подставке которые я чуть позже есть птичка птичка пенни у нее тоже есть вот такая синяя шляпа в общем вся команда и все друзья им ходят всегда в таких синих шляпах технически небольшое техническое описание котика шелдона вдруг кому-то интересно выполнен из самозатвердевающего пластика если прям кому-то интересно это было грина дас расписан акриловыми красками и естественно покрыт бархатной пудрой уходит приятный очень тактильный и с прозрачными крылышками конечно же ну и какая же девочка художница без сумочки как вы видите функциональная в сумке часто носит своего мишка трюпочку я так думаю что она вполне возможно в детстве сама его шила или возможно мама ей шила этого мишку и никогда с ними не расстается м никогда с ним не расстается всегда везде носит с собой также сумочку можно сложить и карандаши и немного подставки подставка выполнена из самозатвердевающего пластика я конечно же расположил грибы вылепила камешки и дополнила композицию вот такими цветочками здесь конечно есть бабочки мои любимые порхающие и они как мне кажется дополняют атмосферу от этого волшебного леса вторая часть подставки выглядит вот так на ней расположен мольберт кстати вот та самая птичка пенни на этой части подставки тоже есть порхающие бабочки цветы и грибочки вот так вот так вот так вот так вот так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Паспорт для M-шляпи выполнен в стиле арт-открытки Отрисованная девочка акрилом, единственный экземпляр И розы На паспорте также присутствует птичка Пенни Сама открытка стоит и в сложенном виде, вот такая плоская, складывается, кладется в конвертик и отправляется вместе с куклой И коллекционер, получив ее, раскладывает и ставит Спасибо большое, что посмотрели видео, надеюсь вам понравилось Моя девочка Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, вы можете оставить их под видео И я с радостью на них отвечу Всем большое-большое спасибо И увидимся в следующих видео Всем пока-пока, хорошего дня и отличного настроения